Музыка Для тримминга на данной собаке я использую камень, потому что она сейчас не в роллинге, она была отщипана месяц назад, и сейчас мы только начинаем входить в роллинг, то есть это многослойность шерсти. Ну, поскольку сейчас мы отдыхаемся, поэтому шерсть собаки и шкурка тоже может отдохнуть. Надо захватывать самые кончики шерсти для того, чтобы правильно ее отщипать и чтобы она не ломалась. Тогда шерсть сохранит свои качества и не будет драной. Собака переносит эту операцию абсолютно нормально, потому что шерсть качественная, шерсть жесткая, она сама не выпадает, и от нее надо избавляться именно таким образом. Но при этом надо держать шкурку, натягивая кожу, чтобы собаке не было больно, и потихонечку равномерно отщипывать шерсть. Видите, даже собака получает удовольствие, потому что шерсть чешется, кожа чешется, и шерсть сама не может отходить. Стой, малыш! Используем мы при этом вот такую мягкую щетку с пластиковыми зубчиками, чтобы не поранить, не порезать и никоим образом не нанести собаке вред. То есть опять захватываем чуть выше и продолжаем отщипывать. Если делать такой груминг каждые две недели, то у вас собака будет постоянно в выставочной шерсти. Это девочка после родов, щенкам на данный момент 6 месяцев, соответственно, она была без юбочки, но, тем не менее, с очень хорошей шерстью могла бы даже пойти на выставку. Но, к сожалению, выставок сейчас нет. При этом для груминга мы можем использовать самые разные тримминги. Все зависит исключительно от качества шерсти. То есть для каждой собаки можно использовать разные инструменты. Здесь и камни, и тримминги. И вот такая вещь, которая используется для юбочки. То есть в любом случае... Все, чешется, да, кисуля, стой! В любом случае, юбка все равно должна быть прощипана. Иначе волос отмирает, собака желтеет, коричневеет, и шерсть не обновляется. То есть мы не ковыряем шерсть глубоко, а именно вот сверху, вот эта вот отмерзшая шерсть, вот ее даже видно, она чуть серого цвета. И вот она выходит. И после этого шерсть ложится ровненько. Вот видите? Она вот как бы выпрямляется и ложится. Но у меня еще есть такая хитрость. Это как раз вот, возможно, для новичков это поможет. Видите, у меня расческа с резиночками здесь. Латексные резинки. Очень удобно убирать шерсть, которая в длинной юбке, в штанах. То есть вы просто прочесываете уже отчесанную шерсть, а резиночка захватывает подшерсток, который надо убрать. Вот, его вроде бы немного, но тем не менее, когда он торчит на штанах, значит, соответственно, и штанишки торчат. То есть, ну, это своего рода тоже хитрость, которой очень хорошо можно пользоваться. То есть это вот просто помогает собаке избавиться от шерсти, та, которая отмерла. И самое сложное, в принципе, в груминге скотч-терьера у нас есть грумеры, которые допускают эти ошибки, потому что вот эта часть у собаки, у скача, она тоже должна быть вот плечо. Оно тоже должно быть с жесткой шерстью. Многие просто вот здесь вот бреют машинкой, снимают. Я сощипываю это триммингом, и как бы плечо у собаки не вываливается, и она остается такой же черной, цвет не меняется. Это очень важно. Потому что, как только вы взяли машинку, или как только вы взяли филировочные ножницы, прорезали, все, шерсть меняет структуру, и шерсть меняет цвет. То есть это все неправильно. Давай, киса. Давай, киса, стой. Умничка. Стой. Вот у нас снимаются щечки. Стой. Вот эта часть, она в зависимости от того, насколько близка выставка. Если, например, я готовлю собаку за день, до выставки, ну, вот завтра у меня выставка, да, то я беру и единичкой снимаю по шерсти. Тогда абсолютно незаметно, что собак только что пострижены. То есть шерсть все равно остается жесткой. Это вот этот треугольничек, сейчас покажу. Стой. Это малый треугольничек, который забревается. Вот. Все остальное, вот это, делается руками. ну, можно чуть-чуть потом снять края, чтобы, филировкой, для того, чтобы не было переходов от совсем короткой шерсти к более длинной. Вот. Соответственно, если мы делаем голову, то вот эта часть, она тоже вся щипется. если это делается до выставки, вот, опять же, за день до выставки, то это снимается более длинным ножом. Можно сделать, чтобы не было заметно. Я, у меня вообще бзык на то, что, чтобы собака после груминга не выглядела только что постриженной. то есть, ну вот, мне не нравится, когда видны переходы. То есть, если вы делаете собаку, вы должны приложить максимум усилий к тому, чтобы она была не лысой или не были видны следы там, или лысые пятна. самые сложные у нас уши по той простой причине, что я вижу очень много некорректно сделанных ушей. То есть, у нас как бы снимается ушко, оставляется вот эта часть с шерстью, потому что если сделать, если снять скотч-терьеру полностью сделать лысые уши, то на черном фоне уши будут смотреться очень большими. Кисы. То есть, две трети от уха должны быть пострижены, а одна треть нет. Естественно, все это корректируется маленькими ножничками, снимается край. У нас существует мнение, что у скотч-терьера должна быть какая-то здесь шапка. Я вот, я не знаю, о какой шапке идет речь, по той простой причине, что я сощипываю все от бровей, весь лоб и переходящий сюда. шапка. То есть, линия головы, черепа и морды, они должны быть параллельны. И, естественно, переход не должен быть грубым, он, опять же, должен быть мягким. Вот. а само ушко, оно снимается. Конечно, это вот прям очень-очень самая сложная работа, потому что можно захватить лишнюю. Я подставляю пальцы и стригу только по пальцам, чтобы, не дай бог, не отрезать собачке кусок уха. Чем аккуратнее, чем меньше это сделано, тем меньше у собаки ухо. И оно смотрится очень красиво. Просто в свое время один из экспертов мне сделал замечание и сказал, смотри, какие маленькие уши у твоей собаки. Но если бы ты сняла бы ей еще, с одной стороны 3 миллиметра и с другой стороны 3 миллиметра, уши были бы идеальными. И с тех пор я снимаю очень-очень коротко уши. Вот они как бы два. Вот одно маленькое, а второе не по размеру большое. То есть, ну, надо очень внимательно следить за тем, какие рекомендации дает эксперт. Смотрите, тут как раз вот эта вот часть. Кс! На! Сейчас мы покажем наши ушки. Как будет сразу элегантно смотреться голова вот именно с такими ушами. Киса! Киса! На! Маленькие ушки высоко стоящие. Сразу совершенно по-другому смотрится, чем какая она приехала. Также мы делаем свою голову. Да, киса? Давай, кису. Естественно, это волшебные брови. опять же, по поводу бровей. Американцы делают короткие брови, они открывают достаточно жесткий взгляд у скотч-терьеров. Ну, я не могу сказать, что мне это нравится, потому что мне нравятся более закрытые лица, и мне кажется, что вот тут как раз вид насупленных бровей, он прям такой вот, прям мое-мое, терьер-терьер, вот прям до мозга костей. Особенно, если собака чем-то недовольна, то есть она опускает голову и смотрит вот прям из-под лобья, но в самую душу. Поэтому а у американцев у них получается, что брови открыты и глаз видно. У нас не всегда это. То есть, когда ты смотришь на собаку, кажется, вот она ничего не видит. видит она все. Просто видит она немножко по-другому. вот мы треугольничек сделали и вот это вот оно видно, что она жесткая такая блестящая шерсть. И это все надо сощипывать. Причем начинаем все щипать вот отсюда, вот от этой части. Кисуй, стой. Прям можно приподнимать и за кончики не щипать на одном месте, а постепенно опускаясь вниз. тогда получается все это очень ровно и нет дырок. Потому что если щипать на одном месте, можно пересчипать и получить дыру вместо плеча. Руками я щиплю юбки, ноги, брови. То есть то же самое, как брови, они вот так уберутся и вот эта вот часть только руками. Потому что, во-первых, инструментом это опасно, неприспособленному человеку можно повредить глаз собаки. Потом видите, собака совершенно не реагирует. Это говорит только лишь о том, что она привыкла к этой операции. опять же, если собака в слоях в роллинге, то это можно делать даже без филировки, потому что снимая длинный верхний слой жесткой шерсти, остается нижний, но тоже такой же жесткий слой. На данный момент у нас собака не в роллинге, а в отдыхе. Поэтому такого нет. Поэтому придется разровнять. Но себе, например, я сделаю заметочку на то, что ага, вот здесь я не прощипала, а здесь я сняла филировки. Значит, в следующий раз я это все обязательно поправлю именно триммингом. Вот. но в любом случае нельзя щипать до такого состояния, чтобы собаке было больно. Как только собака начинает немножко отворачиваться в сторону, значит, понятно, что это уже все. То есть она может потерпеть, но лучше не делать больно, потому что это процесс постоянный и тут придется нам еще чуть-чуть снять. Если, допустим, прошло 5-6 месяцев, собаку совершенно не чесали, то после груминга, после тримминга собачка будет лысая. Просто в ноль. Можно, конечно, что-то попытаться оставить, но смысла нет, потому что она выщипится. Она просто эта шерсть уйдет. Вот как раз вот эта филировка для того, чтобы сделать не сильно видимый переход от длинной короткой шерсти. Так, иди-ка сюда. На. вот у нас плечико наше. Ну, вот чуть-чуть розовое, потому что как бы владельцы не должны этого бояться, потому что когда ты выщипываешь шерсть, естественно, кожа должна реагировать. Ну, это розовая реакция. Завтра это все будет совершенно абсолютно нормально. Вот такое плечо. На, киса. Киса, подними ушки. Ну, вот такая у нас красотка. Но самое главное у нас еще хвост. Да, кисуль? хвост у нас замечательный. Видите, как елка переросший. Хвост, опять же, должен быть многослойным. То есть, это должна быть толстая морковка. А сделать толстую морковку можно только прощипывая все время шерсть. шерсть. То есть, для этого не надо щипать налысо, но прощипывать надо постоянно и, опять же, прощипывать надо в направлении шерсти. То есть, и расти хвостик должен наверху. Вот, но постепенно, опять же, вот, вот эту вот торчащую шерсть просто убираем. Опять же, никогда не щипем на одном месте. Начинаем снизу и переходим кверху. Но все время в разных местах, потому что захватывать надо понемножку. То есть, хвостик щипится тоже, вот, как бы, направление идет назад, и он должен переходить сюда. Все по шерсти. И так же она отщипывается. То есть, тут вот есть более короткие волоски и более длинные. Более длинные мы снимаем. Опять же, можно делать это камнем, можно делать это руками, как удобно. Но при этом самый кончик мы вот такой берем, закручиваем, обозначаем левой рукой кончик хвоста, стоять, киса, стоять. И снимаем филировочкой. У нее, конечно, и так короткий хвостик, но когда лишняя шерсть остается на хвосте и начинает отрастать, он начинает заворачиваться в разные стороны и получается некорректный хвост. Еще это бывает, как у меня у некоторых собак, когда очень жесткая шерсть, как у Эрдель Терьера, допустим, она как проволока, и ее невозможно уложить никак. Вот ее тогда приходится подравнивать филировкой. Хвост это самое сложное в работе, потому что если ты помыл хвост и не высушил правильно по направлению шерсти, то шерсть может играть по-разному, в разные стороны. То есть ну в принципе тут как бы ну наверное надо любить это искусство для того, чтобы не взяться за ножницы и не состричь в итоге. У меня был случай как раз с кисой. Я записала собак на чемпионат мира в Дортмунде или в Лейпциге где у нас в Германии. Вот у меня было записано сколько своих 4 собаки и за месяц до выставки я поняла, что у меня едет киса, а у нее полутора месячные щенки. То есть когда я это сообразила, ну слава богу, она у меня была в нормальном виде, но я боялась, что она вот за месяц не дорастет по шерсти. Но ничего, она у меня даже там выиграла два класса за Евой, она получила, по-моему, резерв ЦАЦИП даже на одной из выставок. Вот. Так что, ну бывает такое. Иногда просто выключаешься, понимаешь, что, ну ты смотришь на собаку, она у тебя очень хорошо выглядит, но при этом ты забываешь, что она только что родила. И через месяц это все должно отвалиться. Ну это как правило. Ну так же, как, допустим, сейчас я не могу сказать, что она очень хорошо одета снизу. Потому что, ну, я это прорежаю, я это сощипываю, ну чтобы собаке было легче кормить и удобнее со щенками. Она полоумная мамочка у нас, она очень любит своих деток. по идее у нее должно быть вот как бы чуть выше здесь, чуть ниже здесь. Но если смотреть на возраст собаки, что ей 6 лет, то как бы линия верха очень дальше. линия верха должна быть ровненькая. Должна быть ровненькая спинка, прямая. Как у американцев. У англичан она чуть-чуть уходящая вверх к хвосту. Многие европейцы, ну и у нас в нашей стране, оставляют такую маленькую выщипанную полосочку на спине, и юбка начинается прям вот практически от спины. Вот эта вот шерсть, которая в движении летит в разные стороны, развивается. Все это похоже немножко на кокер спаниеля на американского, потому что какая бы ни была длинная шерсть жесткой, все-таки на юбке она гораздо мягче. И чем длиннее шерсть, растущая со спины, тем мягче она становится к низу. Она просто истончается потому что скотч-терьер ходит по земле и пыль и грязь это естественно на все это влияет. Конечно мы спасаемся кондиционерами, потому что кондиционер он по-любому бережет шерсть, маски, спа-маски, кондиционеры, все это должно быть в обиходе обязательно. но опять же я говорю что должны понимать о том что в следующий раз тримингуя эту собаку я уже помню что где я состригла а где я должна сощипать по новой потому что допустим сегодня я допустила здесь ошибку а на следующий раз я ее должна исправить чтобы шерсть вернулась в то состояние в котором она должна находиться жесткая упругая шерсть она бывает только при щипке вот как-то так вот здесь вот эта часть она у нас стойкис давай мы на эту штучку здесь у нас теперь только будет прочесываться для того чтобы нужная длина отросла и уже ушла в ножку в штанишки мы сейчас делаем лапку то есть у скотча терьера вот эта вот шерсть между пальчиками вся она вся снимается она должна быть убрана потому что естественно когда собака ходит она набирает и пыль и грязь и все это между пальчиками иногда здесь естественно здесь шерсть гораздо мягче чем на корпусе и иногда собираются колтуны и вы смотрите на собаку вы не можете понять почему она хромает мне казалось что я даже оставила как раз как раз колтун когда мыла собаку вот он здесь вот это как правило бывает между передними лапочками поэтому я всегда очень внимательно надо делать очень аккуратно чтобы собака не дергалась и вот между пальчиками аккуратно все это вырезается вот такой маленький колтун если наматывается шерсть друг на друга собака начинает хромать не знающий владелец он не может понять что происходит с собакой это бывает от того когда собака долго не высыхает после прогулки вот сейчас мы этот колтун вырезали и все будет хорошо еще одна хитрость ну как я даже не знаю хитрость это или нет значит лапки вот эту лапку мы подщипали опять же снимается это триммингом вот эта шерсть которая торчит чтобы при движении у собаки не развивалась шерсть в разные стороны чтобы шерсть была жестче и собака выглядела аккуратней кис не сделать то что мы берем на вот вот это вот все снимаем филировочными ножницами потому что если вы снимаете это простыми ножницами то получается обрубленная лапка ну так скажем жесткий край так же как ну например вот переходы которые видны и здесь получается то же самое а с филировкой получается более мягкий край и незаметно вот у нас собака кисут вот осталось поправить вот это вот эту часть ну это отрастить но для того чтобы это отрастить это надо подровнять тут опять же аккуратненько вот очень хорошо выщипывается вот шерсть которая торчит в разные стороны она тонкая она должна уйти и для того чтобы выросла новая нам надо убрать старую конечно она растет долго но и не надо отщипывать всю это делается постоянно при каждом груминге вот у нас стоит собака теперь это можно чуть подровнять если не подрезать юбку в конце юбки то она и расти не будет киса 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 ты устала что ли стой дурочка и обязательно прежде чем снять собаку со стола дайте ей вкусняшку киса значит у скотч-терьера как я уже говорила очень жесткая шерсть но тем не менее поскольку она двойная с подшерстком она сваливается особенно в городе если собака ходит в комбинезоне то подмышками сзади ножки все может сваливаться и шерсть практически невозможно расчесать для того чтобы собаке не было больно а у вас чтобы не было проблем с покусами или с какими-то еще другими проблемами не принести вред собаке вы берете пек просто вот так в ручку намазываете шерсть подмышкой сухую обязательно только сухую шерсть подмышкой и оставляете минут на 5 на 10 то есть даете ей впитаться вот собака сидит некоторое время все это пропитывается то есть она уже становится не такой сухой тогда вы можете брать воду и теплой водой не горячей не холодной а именно теплой водой берете и смываете этот бальзам попутно разбирая колтуны внутри собачки то есть шампунь используется после того как вы распутали колтуны потом вы берете бутылочку это может быть любая бутылка из-под чего угодно но у нас естественно специальная бутылка здесь есть специальная разметка сколько надо воды налить чтобы добавить туда шампунь сначала вы наливаете воду и только после того как вы налили воду вы наливаете шампунь этот шампунь мне очень нравится просто применение и совершенно потрясающий эффект от него шерсть абсолютно не сухая он увлажняет и питает то есть вы налили в баночку закрыли крышечку и взбалтываете до состояния пены и вот после этого вы открываете пробочку и пеной мойте собаку именно вот пек очень хорошо помогает распутать все колтуны мало того что он еще и увлажняет его можно использовать даже после того как вы помыли собаку сполоснули ее бальзамом и поставили на стол он разводится я не могу вам сказать как и что просто вот сейчас не помню и можно взбрызгивать собаку и после этого сушить феном значит мы помыли собаку тщательно и естественно смываем водой промываем до скрипа то есть у вас под руками шерсть должна скрипеть прям вот такой как бы звук вы не услышите но скрип под руками он должен быть обязательно встань после того как мы смыли шампунь мы используем кондиционер той же фирмы кондиционер я не люблю разбавлять именно этот кондиционер я использую как есть то есть я беру выдавливаю на руку ну определенное количество смотря на что вот между руками я наношу бальзам всю собаку промазываю и оставляю минут на 10 то есть собака должна постоять в кондиционере чтобы шерсть пропиталась чтобы весь жировой слой который мы смыли чтобы шерсть не пересыхала не пересыхала бальзам он полностью восстановит собачка у нас стоит совершенно спокойно она не переживает не волнуется вот если погода плохая если это грязная осень или весна мы пользуемся комбинезонами но тем не менее раз в 10 дней это обязательная процедура чтобы собака была красивая чтобы шерсть выглядела замечательно то есть ну это надо ухаживать конечно мы мы кстати живем за городом но я не могу сказать что я не мою собак если я выхожу с ними на прогулку и возвращаюсь из города или с дальней прогулки то собаки грязные после того как вы помыли собаку вы должны взять полотенце желательно чтобы это была микрофибра обмотать собачку ну и подержать ее минут 10-15 на руках чтобы вода впиталась чтобы вы когда поставите собаку на стол сушили уже полувлажную собаку вот и все сушили уже чтобы вы сушили уже подерживая безусловия чтобы вы дождь пытался дождь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok